ПРОГРАММА ИЗ ГЛУБИНЫ Начинаем? Вот наше сегодняшнее знакомство с группой Штабеля началось с того, что ребята приехали и сказали Мы в чужой монастырь без своего портвейна не привезли А как? Пустыми руками в чужой монастырь Будем считать, что у нас монастырь И уважаемые монахи принесли свой девайс Лёдно-лёдно! 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 Чем это рванец? Лёдно-лёдно! Давай, смотри! На самом деле самый интересный вопрос для меня, как человека, который про группу Штабеля ничего не знает Про него вообще мало кто что знает, потому что информации ноль Расскажи этапы становления, вот только кратко, тезисно, чтобы было понятно Ну, короче, группа Штабеля это такой охуительный проект, который, грубо говоря, был обоснован в Сибири в 98-м году Волей судьбы перекочевал в Москву в 2000-м Волей репрессий я пришёл туда в 2006-м И вот год назад мы взяли Кирюшу, блядь, тоже значимого чувака, который в своё время ебошил в группе Red Army Самый настоящий панк-рок, вы все должны знать эту песню И я буду блевать на пороге государства, где правит мент! Ну вот мы играем в таком составе, уже нас 5 человек Мы ебошим, блядь, свой панк-рок И мы всех посылаем своим панк-рокам нахуй Мне кажется, да, достаточно кратко Но у меня в голове такая мысль, что группа Штабеля это какая-то реинкарнация группы Летающие Свиньи Не, на самом деле всё это совсем не так Потому что у группы Летающие Свиньи есть своё продолжение Был выпущен один трибют, был выпущен второй трибют, Революция 2 называется Потом ещё чуваки, вот, кстати, есть такая группа на данный момент Называется «Армия свиней» Как раз это участники, те вот два человека из Штабелей, основа Санчо Свитолик И вот Кирюша, который тоже застал именно ту музыку в те годы И вот они троём сделали уже «Армия свиней» группу, проект И там они уже ебашут старые песни, поднимают какие-то незаписанные Штабеля это ни в коем случае не реинкарнация Это определённый отдельный проект, который ебашит панкуху такую олдовую, весёлую Главное забористую, не какую-то там, как вот, меняется там, да, что-то там модно это, модно дудки Не, нихуя, у нас всегда была какая-то такая полустранная музыка, как бы со своим пониманием К этому ещё хотелось бы добавить, что, несомненно, общее у «Летающих свиней» и у группы Штабеля есть Но это именно не реинкарнация первых, а именно побочный проект музыкантов группы «Летающие свиньи» Для тех, кто не знает, на самом деле надо посмотреть выступления группы Штабеля А на скольких, вот я был в выступлениях, всегда творился какой-то... Пиздец, творился всегда какой-то пиздец Да, ну раз мы сидим, как бы, в этом монастыре, то назовём это словом сатанизм Как угодно Спасибо, спасибо, спасибо за это было группа Спасибо за меня и за тренировать И мы все вместе с уроком Все время кто-то что-то... Я так понимаю, что ты же главная движимая сила И ты всё время что-то придумываешь На моей памяти это были какие-то планшеты на груди Мониторы, мониторы, ещё какая-то ерунда Расскажи, зачем ты это делаешь и что тебе это даёт? Это какое-то личное, ты хочешь этим что-то показать, ты хочешь привлечь публику Ну что это, зачем ты это делаешь? Ну на самом деле это обычный перформанс, без которого ни одно представление, по моему мнению, не должно происходить Мы сейчас живём в такое время, где можно любую музыку в пиздатом качестве послушать, сидя у себя дома, блядь, на любимом диване Людям не в кайф ходить в клубы и слушать, блядь, музыку Они её слушать не могут дома, они, блядь, ничего не видят Это хуйня скучит, они сидят сейчас все в барах, пьют пиво, никто, блядь, не сломится, не танцует Ну как-то это редко происходит А людям нужны зрелища, в общем, одним словом А это те самые зрелища, которые люди приходят, помимо того, чтобы послушать музыку Чтобы они увидели какие-то действия под неё Чтобы они погрузились в некий какой-то альтернативный мир, чтобы почувствовали это безумие Как вот сходить в кино, ну именно кино, в понимании фильм, кино, когда погружаясь в другую реальность, всего не может быть Панк-рок это примерно на концерте с перформансом, такая же хуйня Ты погружаешься в что-то такое необычное, в какой-то ебанизм И больше ты потом возвращаешься в этот мир и этого не происходит, как бы всё идёт своей текучкой И ты уже, блин, нихуя получил такое удовольствие, надо как-то пойти И всегда это что-то новое, что-то разное Ну то есть каждый раз это что-то новое Да-да, у нас были разные вещи, и члены с папье-маше, которые люди откусывали там И чё мы только не придумывали, и показывали голые жопы У нас на фестивалях, на мото-ярославце мы выступали, и как ехали на концерт Думал, блядь, чё придумать? И всё, мы уже выезжаем, мы там заехали купить, там пожать себе Я закажу в магазин с мясной прилавкой, такой смотри, у меня на прилавке куриные ноги, короче Я, блядь, два пакета, короче, давай мне Сколько, два пакета, там почти два килограмма вышло, там чуть рублей на сто, наверное И эти два пакета, пока мы приехали там в пакеты, я их там залил водичкой, мы разморозились И всё, и во время выступления под песней «Все пидорасы» я раскидывал эти куриные ноги Просто был дикий какой-то ад Санчес сошёл с ума в этот момент, он стал почему-то разъёмывать барабаны, блядь Я ничего не нашёл умения, как взять бутылку с кока-колой и свискарём вот так сболтал И всё, и какая-то херня, она сразу там со сцены, туда-сюда после нас выступала, короче, группа Группы, бригадные подряд, они потом говорят, а где, чё за хуйня, мы выходим на сцену, всё липкое, блядь Куриные ноги, говорят, это чё за хуйня вообще Ну это панк-рок, как без этого, ты не можешь всегда с одним и тем же настроением выходить Играть одни и те же песни, это хуйня, это скучно Ты должен делать какой-то вброс, какую-то интересную хуйню, чтобы люди, ну, было весело, прикольно Это же ради этого всё и происходит Хорошо, а вы ориентируетесь на что-то в музыкальном плане, потому что, опять же, как ты говорил, такое странное всё Мне, например, сложно определить стиль штабелей, ну, понятно, что никто не заморачивается в определении стилей Но просто есть какие-то ориентиры Да, конечно, сибирский панк Это сибирский панк, настоящий сибирский панк, он колкий, он резкий Определённые рамки, в которых играет группа, и они... Сибирский панк, ну хорошо, у Кирюхи вопрос, ты как гитарист, ты на что конкретно ориентируешься? Я конкретно в исполнении панк-рок-музыки ориентируюсь на группу Sex Pistols Так же, как и... На Сегнергаза, да-да-да, наши любимые группы Кому-то подлижу, а кого-то застучу И начальником ядрёным я очень бычкачу А кто не лижет попу, тот рабочим и помрёт И будет за могилою ему родной завод И надо только вовремя подлизывать поп-эц Поп-эц, поп-эц, поп-эц Группа Штабеля начинает играть именно вот в этом направлении До этого Штабеля играли такой клэша-подобный панк Такой мелодичный и такой запоминающийся В этом, как бы, на самом деле можно пронаблюдать эволюцию группы Штабеля, которая вот недавно произошла Но мы уже решили, что на Пала Кука похож, так что осталось только это Ну, если у вас есть гитара, мы можем про это спеть песню Прямо вот сейчас вот в руки возьмёт и сыграет один в один, как, блядь, боже, храни королеву Илюша Что? А ты, кстати, ну что, есть гитара Не, а здесь идёт, это просто Сыграй свою любимую песню «Slex Pistols» Я придумал... Ой, 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 какой-то звук страшный пошёл Бриллиантный Давай, ебашки, Илюша, как будто ты родился чёрным А ты будешь сочинять про то, что сейчас происходит Ну, ты сохранил год с «Slex Pistols» Мы сыграем за «Slex Pistols» кусочек Ты покажешь, что мы крутые, блядь Не, я придумал, короче, аккорд на стабиле Давай, давай Да давай, похуй А я щас попробую стишок наложить какой-нибудь Трагедия будет Солдат не вернётся Любимая девушка его не дождётся Предательство будет Будет измена Будет потеряна Будет потеряна Надежда и вера Не, не так Ну, вы поняли, что мы очень крутые Короче, вот такой вот основной Она, короче, текст И проиграешь То есть, вот в этом месте ты не поёшь Я надеюсь, до следующей репетиции это видео выйдет И чтоб, короче, это самое Списить аккорды Чтоб ты запомнил, как оно делалось Да, да, я в том числе А ты запомнил слова Да, это же стихотворение, которое тебе показывало в электричке Окей Вот за время существования группы Я видел, что вы с разными коллективами там выступаете В основном почему-то мне кажется, что эта группа не мои числа Но больше всего меня интересует вопрос Вот вы как бы ни к какой тусовке по большому счёту не относитесь Но, по-моему, ты же как раз и говорил, что если ты не попадаешь в какую-то тусовку То ты должен сделать свою И тебе это должно нравиться И там тебя должно впирать Штепеля пропагандируют такую штуку Если ты не можешь войти в какой-то движ Организуй свой И тусуйся в нём Нормально То есть, всё можно сделать под себя Главное это делать широко И чтобы это нравилось людям Конечно, мы отличаем Да, какие-то вещи декоративного, прикладного искусства Интересно, какие-то уже шедевры Всё это в масштабах И в театральном воспроизведении совершенно по-разному смотрится Расскажи, пожалуйста, что у вас в этом плане происходит Потому что, опять же, группа, как ты говоришь Это не только хорошая запись Это ещё шоу Но это, опять же, и какая-то своя тусовка Вот что с тусовкой у вас происходит? Есть она какая-то своя или... Я, как бы, не могу сказать, есть ли она или нет Но какие-то определённые люди Определённые, так сказать, блядь, как же это сказать Короче, тусовки как таковой нету Но люди тянутся к чему-то, что им непривычно Вот поднимали, да, вопрос про шоу Зачем это? Музыка Непонятно, какой стиль Непонятно, какая публика Это всё, что прошибает этот ёбаный мир Вот так сквозь, не придерживаясь рамок Да, ты прав, ты не видел нас в каких-то определённых движах Потому что мы не хотим себе определять Приписывать к чужим каким-то придуманным определённым движам Нас это не устраивает Нам это не нравится Не то, что нам это не подходит Мы это ебали в рот, нам это не интересно Это не имеет никакого отношения к панк-року Мы вышли ебашить панк-рок Мы его ебашим, каким он должен быть А всякая движуха, которая внутри панк-рока организовывается Это ответвление Это уже не панк-рок, это уже другое Это уже какая-то гонка за чем-то, блять У кого, грубо говоря, круче гитара, блять И как он может ей там что Нет, это немножко не так Публика, она Приходит на концерты Приходят разные Какая-то цепляется, какая-то нет Но мы сейчас готовим одну охуенную штуку Уже полноценное делаем, так сказать, шоу на большие концерты Выходим уже на площадки Мы сейчас завязываем с обойманными С выступлениями в обоймах С этими всякими, блять, наборами По сто групп на концерте Нет, где-то мы принимаем участие На каких-то там интересных концертах Это по каким-то там определенным обоюдным согласиям Там за поддержку, за уважуху Там за прочее Где-то даже просто забухло Но сейчас мы от этого уходим Больше сейчас берем регионы Катаемся по ним Все это вкидываем туда И здесь уже будем давать какие-то определенные концерты Уже с подачей шоу Здравствуйте, я Евгений Боганыч Я умею танцевать Танцуй, Федросян, танцуй Танцуй, Федросян, танцуй Танцуй, Федросян, танцуй Танцуй, Федросян, танцуй Публики как таковой нет, но она подготовлена Это, считай, все те, кого заебал уже То, что они привыкли видеть А мы всегда как-то вышибаемся из этой колеи У нас всегда что-то новое Всегда что-то интересное Поэтому нам нужно сейчас только грамотно о себе заявить Чтобы подкорректировать свою публику Грубо говоря, дать ей понять, что мы тоже есть на плаву Все-таки мы долгое время находились в каком-то неком подполье андеграунде Только не очень давно стали выходить на более высокие площадки На более высокий какой-то Не то чтобы уровень Просто это взаимодействие Более правильное взаимодействие с какими-то людьми Какие-то уже продуманные вещи Что нет, у тебя там придумал Что-то хуё моё Побырику сделал Нет, надо же Как в любом деле Продумать всё По-нормальному сделать Это даст Ты себя вложишь Ты получишь результат Без того, что ты не вкладываешь Просто так вот Это всё хуйня Это вот, блядь, мы сколько вот ебашили уже Ну, группе дохуя уже лет Сколько можно ебашить Ты же приходит понимание Некоторые так до сих пор и ебашут И они вот кроме вот этих клубов трёх-четырёх Их это устраивает Ну, это хуйня по большому счёту Надо всегда как-то, блядь, ебашить вверх, блядь Да, это, похоже, реальный претендент на победу В чём дело, Фрэнк? Я не понимаю Ты знаешь, ты себя показываешь в мире лучшем свете Ну, пошли Я с тобой здесь полностью согласен абсолютно Потому что, ну, как бы, люди, которые хотят послушать музыку Могут послушать её и дома, да А, знаешь, какой вопрос мне пришёл в голову? Вот вам же всем за 30 уже Да Кому-то под 40, наверное Да-да-да, за 40 Расскажи, а чем живут группы? То есть, ну, понятно, что музыка музыка И я сомневаюсь, что вы зарабатываете денег на этой музыке А чем вы живёте? На что? Тем более, что люди переехали из Омска Как-то живут в Москве, чем занимаются? Вот мне интересен этот вопрос Такой, более социальный Блядь, ну, так же, как и все Как на любой окраине города Люди стараются торговать наркотой Стараются поднять бабки в автоматах, блядь Ну, какие-то ввязываются Какие-то хуйни, авантюры, блядь Где-то бывают какие-то махинации Завязанные там с квартирами Ну, какой-то такой движ Он как бы, он тебя везёт Это панк-рок Тебе похуй на какие-то детали у тебя там Ну, ты прикинул, что вроде нормальная какая-то схема Отработал, бабки там появились Туда-сюда, о, нормально Где-то там поработал в строительной фирме Какое-то время, где-то нет Кирюха не работает Я вообще по образованию повар И работал в банке Пратили покурить Идёшь в переход с гитарой, короче И хуяришь И через два часа Как бы нет, есть основная работа Но она всегда пропадает, не припадает Ну, я говорю лично там про котлеты Про себя, вот про Кирюху А так вот другие участники У них там много детей По двое, по трое Они, конечно, работают Все образованные люди с высшим образованием Которые там инженеры, программисты Занимают нормальные должности Ну, им надо правильно кормить семьи Ты правильно заметил, что музыка Да, она не то, что не приносит Она отбивает дорогу Она отбивает этот образ жизни Внутри этого образа жизни Но, если брать вот себя С внешней стороны, да, вот семья То же самое, блять, плата за квартплату Это же ебать его в рот Каждый месяц в индополос нахуй Надо платить, бабки где-то надо брать Пятерик, да Да-да-да, пятерик, шестерик, туда-сюда Давай деньги! Деньги давай, я тебе говорю! Деньги! Деньги давай! Давай деньги! Тридцать копеек Премьера прошла с успехом Да А, по-кей, там, раз мы затронули речь Про наркотики Естественно, каждому интересно Знать же, есть какие-то проблемы У музыкантов с наркотиками? Да, конечно, они есть у всех, блять Кто-то пиздец употребляет, кто-то вообще не употребляет И все проблемы от того, что если не употребляют Это тоже проблема А это, понимаешь, это здесь, если чуть-чуть отдались Здесь проблема в пристрастии Кто-то жадно хочет употреблять И он, кроме этого, ничего не видит Кто-то жадно себе запрещает И он, кроме запрета, вообще ничего не видит Люди не могут быть в нормальном состоянии Они не могут просто сказать, там, похуй или, там, я не хочу Люди не умеют отказываться Вот у меня есть такое вот выражение Возможность выбора Выбор заключается в возможности отказаться Именно это нас отличает, нас, людей, от животных Не надо всегда, блять, да-да-да Ты должен всегда осознавать, что будет дальше, во-первых Как бы не просто вот этот момент сейчас Ты должен все это не то, что предвидеть Это такая же хуйня, как алкоголизм Это же такая же наркота, да? Абсолютно Если ты начинаешь сильно бухать Ну, я имею в виду, сильно ты бухать Ты увлекаешься Ты постоянно без нее нигде не можешь Все, у тебя меняются уже какие-то приоритеты Ну, ты перестраиваешь в голове что-то Конечно, конечно, подмена идет ценности И у тебя все Это у тебя идет основное А все остальное – посредственность И когда у тебя начинает, вот, блять, переходить Музыка в план посредственности Это уже хуёво Это значит, ты уже, блять, не то, что ты потерял контроль Тебе уже не интересна музыка Ты ей уже прикидываешь, чтобы получить вот этот, блять, образ бухающего там чувака Или торчащего чувака Это вот такая хуйня Здесь надо в какой-то момент просто Да нет, ну очевидные вещи Нет, все мы, конечно, бухали, ты вот знаешь, в те ирклубные времена по-черному Это было годами Тогда здоровья было больше, потому что моложе были Да, но пелену надо тоже снимать После превращения существования Советского Союза Страна получила одну за одну волной наркомании И продолжает получать Это очевидная, как бы, штука, которая касается всех И выделять здесь музыкантов как-то отдельно Ну, не скажи, просто, как бы, в музыкальной среде смотришь Для западных рок-музыкантов это, возможно, сочетаемый Ну и невозможно, а сочетаемый А здесь, ну как, ну... Да нет, ну как, я тебе, вот, как пример приведу, там, группу «Центр» Которая, вроде, поет против, да, наркотиков, да, типа, плохо их употреблять Но она это так поет, что очень хочется попробовать Это, мне кажется, именно не то, что хочется попробовать Это неправильное рассмотрение И очень много молодых людей я видел Вот на этот кадр смотрела, влюблялась в них И мечтала, короче Ну, а кто после чего из вас, например, попробовал? Солстыное такое Я не знаю, вообще никогда не пробовал наркотики Не знаю, что расцесс И ты говоришь, так они поют, что хочется попробовать Здесь не то, что хочется попробовать Скорее всего, он красиво Преподносит этот некий образ жизни Вот, по моему мнению, самая яркая Такая вот группа современная Ну, по моему мнению, вот группа «Кровосток», да, все мы ее знаем Эта группа пиздец Это у ней каждая вот песня Это, грубо говоря, криминальная история Но эти истории мы вот видим у себя на окраинах Во дворе, блядь, с нашими друзьями, со всеми, блядь Обычно просто вот ты вышел за хлебом У тебя пиздец все произошло Встретил чувака туда-сюда, поехали и все И у него каждая вот песня Что вот я знаю людей, которые Именно персонажи вот из этих песен Мне кажется, что Именно они Не то, что, блядь, сама наркота Попробовать ее Они пропагандируют Некий образ жизни Вот Он всем всегда вот интересен Особенно вот молодежи Что они хотят Они хотят, грубо говоря, быть независимыми Для них вот эталон Это все послать на хуй Все запреты нарушить Вот почему родители их учили Что вот это плохо А они хотят к этому прикоснуться Все запреты нарушить Все Они независимы Они хотят нарушать все запреты И люди должны Что происходит сейчас в панк-музыке В рок-музыке Музыканты поют Про эти запреты Они вступают в общество Они поют про какую-то некую Социальную поддержку друг друга Но Когда ты молод Тебе хочется Срать на все это Тебе хочется Слать всех на хуй Все это растаптывать Не хватает некого Образа жизни Понимаешь Именно образа жизни Что не просто Вот я панк Там у меня есть жилетка Я вот выступаю в песне Нет Ты должен вести такой Не то что вести образ жизни Ты должен по жизни Вот быть таким вот Похуистым Грубо говоря Ты должен быть готов На любые авантюры На любые штуки Ты со смехом к этой жизни Относишься Как к приколу Ты вести какие-то моменты Чтобы подъебать Наебать И чем больше слоев Разных Тем это веселее А этого не происходит Они не пропагандируют Никакого-то образа жизни Никакого-то Раньше почему-то был всплеск После вот этого застоя Перестройки Да вот появилась информация О панках Это вышибало Это людям нравилось Люди хотели просто Слать общество нахуй А сейчас люди блять С такими же прическами Хотят его объединить Нахуй говорят Блять давайте помогать друг другу Но уже друг Я со временем Это настолько наслоилось Что Оно теряет первоначальный смысл Блять Да пошли вы все Я тащусь А ведь мне есть что сказать Ты думаешь это просто прикид? Нет Это образ жизни Да Я тебя понимаю То есть ты говоришь О каких-то неких Новых героях Которые будут петь Их не хватает сейчас Ну например Скажем так Я вот привожу в пример Группу порнофильма Да Они поют Антисоциальщину Да то есть Поют Не антисоциальщину Все против государства Там Что да Зарплату не дают Квартплату повышают Давайте послушаем какую-нибудь Одну песню Или группу порнофильма Кто все те любит Чтобы учить меня жить Пускай они отводят Я решу все сам Никакого дела Ты моей любви Все эти ебаные люди Просто пыль в глаза И вот они за счет этого Притягивают каких-то людей Которые может быть Даже еще и не врубаются в это Или например там Про военных Да то есть там Ну что их слушают Дети там По 16-17 летам Это предстоит Они знают в своем воспитании Что война Там у кого были деды Что военная тематика Она трогает самое главное Сердце Они понимают что это как бы Серьезно Они воспринимают уже как бы Вот со свечой полностью Осознанно Есть такое дело Да я не сильно уловил вопрос Вот порнофильмы Они там да Про Я имею ввиду что Ну нужно Нужно быть Ну нужно подавать Какой-то пример Да того что ты делаешь Ну например порнофильмы Мне кажется вряд ли подают Какой-то пример Ты правильно сейчас говоришь Нужно быть Материально блять Достаточным Как порнофильмы И чтобы блять Подавать свою волну Дай мне возможность Моя Я не назову ее пропагандой Мой некий Мое представление Образа Вот этого стиля Оно-ка если выйдет На передовую Да не представляешь Сколько молодежи блять Будет следовать этому И считать это в эталон К этому можно добавить только то Что как раз вот именно Группа Штабеля И является собой Пример именно Образцово показательного Панк-рока Как в исполнении Так и в Панк-рока Мы будем вместе Как Сиды и Нэнси Не умрем никогда Ты со мной рядом Как Бонни с Лайдом Не придашь никогда Мы будем вместе Как Сиды и Нэнси Не умрем никогда Ты со мной рядом Как Бонни с Лайдом Не придашь никогда Я был на Штабелях Как раз вот Году в 2006 2007 2008 может быть Я не помню честно говоря выступления Ну кроме вот антуража Я не помню выступления Но мое четкое убеждение Что группа должна Качественно играть Вы соответствуете этому? Я сильно хуй Мы играем как боги Если не спиздеть Больше не надо Ничего отвечать мне кажется Каждым альбомом Мы всю программу Выдрачиваем в метроном И когда мы ее играем Просто как оловянные солдатики До блять безумия Тогда мы идем на запись И во первых это Не то чтобы круто Это позволяет И сэкономить время Ты знаешь ты писал альбом В редакции блять На редакцию уходит больше всего Времени блять Все это блять пододвинуть Чем четче ты играешь Тем быстрее у тебя Выходит альбом Это прежде всего Но на концертах конечно Чем качественнее ты играешь Тем ты больше блять Этими толчками блять Чеканишь публику Даже Хотелось бы просто добавить Что вот действительно Если в 2006 году То что ты вот Сказал о своих ощущениях Я могу абсолютно с тобой Согласиться Поскольку Да Тогда Ты заметил только шоу А сейчас Ты бы заметил все Именно Под качественную музыку Как говорится Видеоряд Под хорошую музыку В любом случае Кое-то Бывает даже Мы выходим Знаешь Там такие пьяненькие Маленечко Там с дороги Уставшие Ну разное бывает Да Мы стараемся Концерт делать Трезвие Потому что это большая работа Во-первых это дыхалка Ну и во-вторых Ты должен его вывести Потом делай что ходишь Это мне говорит человек Который водку да На сцене пьет Да Я пью на сцене Но это другое Это уже Это уже пошла движуха Там внутри Ну а так Мы стараемся делать все четко И это конечно Вся эта тренировка Вот под метроном Это дает Бывает не то что сбои Просто бывают разные ситуации Что ты приезжаешь уже Какое-то уделанное Там каких-то там разных Моментов Там семейные какие-то Мероприятия Просто там с бомжом Где-то забухал Кореша встретил И каждый знает Настолько свою партию Что в любом Вышел робот отыграл Да Да Не то что робота По живому Но он чувствует музыку настолько Что у него не будет Вот этого плаванья Роботы не пьют Роботы не едят Роботы негатрон Не победят Нет Роботы я имел ввиду Механически Нет Просто нет такого Что ты думаешь Ой что бы сейчас там поставить Вместо этого ты Короче Так сказать Робот не подходит Потому что если Посмотреть наши Но робот это бездушная история Да Посмотреть на наши Кирюха то там Кирюша он с гитарой просто Он как бог просто Он пиздец Он и гитара И движение Лучше не двигается на сцене Раз мы заговорили Про концерты Где вас можно в ближайшее время услышать В ближайшее время у нас будет концерт 6 января Это будет панк-рок Ёлк или Огонёк Там будет выступать группа Семёна Лобанова Там будет группа Голос Америки В общем там нормально собирает Семён Лобанов это То есть план Лобановства Да 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 Голос Америки Кукиш И чё-то какой-то ещё Какая-то группа Недавно приписалась Ну в общем Панк-фестиваль А где это по-моему Москва Москва холл по-моему да Я не могу его назвать панк-фестивалем Потому что Из панк-рок групп Там чё-то как-то Ну вот именно вот Из панк-групп Для меня панк-группа Это группа которая Не то что имеет историю Которая плотно стояла На этих ногах И с годами просто Всё через себя пропустила Какие-то там группы Вот Голос Америки Охуенная группа Они тоже очень давно ебашили Да В том плане что Это не настолько панк концерт Когда вот там Собирались группы Пурген, Мутаген, Вибратор Нет нет конечно Это просто такой как бы Это фестиваль Это панк-ёлка блять Это будет не панк концерт А концерт с участием Панк-группы Штабеля Концерт с участием панк-группы Да Где мы должны будем Устроить панк-рок блять Без этого а то ёлочка не зажётся Я понял Всё Значит 6-го января Клуб Москва Хоу Группу Штабеля можно будет увидеть услышать. Это первое мероприятие. Дальше у нас идет концерт 20 января. Мы поддерживаем группу Gvald. Это клуб, то ли старая школа, то ли что-то такое. Какие-то сейчас, блядь, новых клубов понаскрывалось. Я не успеваю вспоминать название. 3 февраля мы играем в Питере. Потом мы едем в Калугу, в Рязань. И в марте там еще мы куда-то заезжаем. Группа-то Омска. И как вообще в Омске с концертами обстоят дела. Вы гоняете туда, не гоняете? К сожалению, не гоняем. Вот Кирюша лучше ответит на этот вопрос. Он считает, что надо туда ехать, надо ехать туда концертами. Но самая основная проблема стоит в чем, блядь. Туда, чтобы добраться пятерым людям, это достаточно, блядь, затратно, да? Ну, блядь, самолетом, поездом, неважно, хоть на машине, блядь, 5 человек перевезти. Это важно, потому что музыканты не могут надолго покидать свои рабочие искусства. Не, могут, могут. Поэтому за уральский хребет, если, короче, двигать... Это не проблема. Основная проблема, что нету какого-то нормального идеологического спонсора, который мог бы хотя бы отбить нам дорогу, да? Уровня группа, которую, короче, вот так вот. Но в Сибири бы поиграли, мы бы вот так вот, короче. То есть надо тур делать, группа Штабеля. Надо делать тур, надо делать тур по Сибири и тур по Европе. За Европой стоит будущее. Наш панк-рок надо показывать в Европе всю нашу ебань надо нести в Чехию. Нельзя временить. Они там, блядь, скучают. Как говорит один известный персонаж, easy, easy, real talk. Я вот со своей стороны, например, вижу, ну, крайне харизматичных людей, да, тебя в частности, если мы сейчас о тебе говорим. Ты знаешь, я бы, наверное, считал частью панк-рока тот, как бы, рэп, который сейчас происходит, в том плане, что там большинство текстов пошли нахуй. Да, я с тобой соглашусь. У них именно этот образ жизни, именно тот самый протест, который нужен молодежи. И ты правильно заметил. Я вот хочу добавить, что, блядь, в современном мире, блядь, в обществе, да, в наши дни, блядь. Рэп – это панк, пластичные. Рэп – это панк, да, гречневый пистолет, так это, блядь, крымская группа панк-рока, они так и называются. Рэп – это панк, блядь. Рэп – сейчас, извините меня, блядь, пидор гей, который, да, он выглядит больше, чем панк. Он позволяет себе одеть какие-то перья, пройтись, блядь, через центр, нахуй, боясь получить пизды. Я не говорю про осужденные взгляды, это хуйня полная. И он больше панк, потому что он не стыд этих самых, он самовыражается. Это прежде всего, ты что-то сделал, пошел там, придумал, давай его покажем. Ты так живешь, ты так воспринимаешь этот мир, тебе так комфортно. Если ты живешь в некомфортных условиях, ты, блядь, загибаешься. А если ты стышь, для себя создать комфортно, значит, тебе это нахуй не нужно. А ты не хотел бы, например, попробовать сделать что-то подобное, типа вот этого? Ну, я называю это детским рэпом, на самом деле это как-то клауд-рэп называется, по-моему. Мне просто со стороны, с точки зрения, как экспериментатора какого-то, ну, хотелось бы посмотреть, что бы получилось у Авдея. То есть это, ну, понятно, что это не рок, но мне кажется, это было бы в твоем ключе. В группе Штабеля есть песни с речитативом? Нет, группа Штабеля это такое. То есть это есть уже, то есть, ну, вопрос в том, что вы там, было бы или как бы это было. Нет, в стане, как это, не в стане. На битах что-либо почитать. Да, скажем, именно в составе группы Штабеля это было бы просто какое-то. Володька сбрил усы и сказал мне, не сши, не сши, если мне нужно купить компасы. Не сши, когда грузин говорит, пасасы, просто делай свое дело и не сши. Это есть какие-то определенные задумки. Сейчас даже вот специально, блядь, я как самый тупорылый, блядь, в электронике осваиваю 8-битную, блядь, программу, которая записывает, чтобы на примитивных там битах не то, что там начитывать, я не считаю, не делю музыку на рэп, не рэп, ее делят информационный посыл, который ты несешь. Если это протест, неважно в каком способе, ты его можешь на скрипке преподавать, если ты по-другому не умеешь. Ты несешь, блядь, основу, определенное зерно. И это зерно можно как угодно преподносить. Это не делится рэп, там, не рэп. Получается тебе так посылать всех нахуй удобнее? Пожалуйста, делай это, главное, красиво, эстетично, чтобы это привлекло, блядь, всех, а не какую-то отдельную группу. Ведь широта, она для того и создана, чтобы осыпать всех. А если ты варишься, грубо говоря, в своем подвале, то ты дальше в подвал никому не интересен. И с годами, блядь, ну, это вообще как бы становится нахуй никому не нужно. Ну, это нестандартный подход, например, у людей, которые, да, занимаются панк-роком, роком, творчеством, я бы сказал, в целом. Потому что здесь и понимание того, что помимо звука нужна картинка, действия, да, какие-то... То, что там горшок, да, в театре тот там, условно говоря, сделал. Да, вот, кстати, вот почему они набрали большую популярность. У них был тот самый театр на сцене, за ними было интересно наблюдать. Ну, это отдельный проект, но он его сделал. Вот, я, например, могу сказать, что из наших групп я на разные концерты хожу. Вот мне очень понравилось, ну, всегда нравилось, всегда круто, как вот, как шоумены. Группа Коррозия Металла. У них, блядь, за представление, у них что только не происходит. И рыцари, и чуваки в костюме куклу с клана, блядь, и что только нет. И шлюхи, блядь, и за сиськи дадут потрогать, и водку угостят. Молодежи, блядь, это и нужно, блядь, подростки. Ну, единственный минус, что уже это все повторяется, и Сергей Евгеньевич стареет немного. Я не могу сказать стареет, нету альтернативы, альтернативы этому нет. Альтернативы этому нет, и вы не поверите, чуваки, я был, когда на концерте, блядь, на Маленковской где-то, блядь, там какой-то клуб, не помню, какой, Little Rock, что ли, назывался, пару лет назад. Я общался там вообще с людьми внутри, народ ехал, пиздец, каких, блядь, городов, блядь. Ехали из Сочи, ехали из Ростова. То есть люди просто посмотреть на шоу, окунуться в тот самый какой-то мир. Господи Иисусе, помири нас грешных. Что вам надо? Сапскова я, ранница, пришла собачка, говорящую посмотреть. Прошу. Это же интересно, это прежде всего погружение какое-то. Группа Рамштайн, если взять, да и смотришь, там, блядь, там чувака нам сжигают через хрунью, да блядь. А когда ты смотришь это изнутри, ну это шоу, это биопсихоз наше же, опять же. Слушай, ты принес мерч на розыгрыш, да? Да, да, да. Много разного всего видим. Мерч просто каких-то старых годов. Мерча вот так вот, говорит, да у меня остались тут моих на концерт. Это панковские наборы, это сейчас модно, собери сам диск, коробка отдельно, отдельно вкладыши, все надо будет самому, нет, не выражать, сложить. Взял диск Мадагаскара, я говорю, а что Мадагаскар будем разыгрывать? Он говорит, да похуй, давай тоже разыграем. Он говорит, вообще вытащим оттуда сюда всю вот эту штуку, вот это все вставим, соберем, там, конструктор лего. Диайвай, это диайвай розыгрыш, собери сам себе диск, и если удастся продать, то продай. Ты еще футболки притаранил, расскажи. И две футболки, блядь, детских размеров, вот, все эти футболки по диайваю сделаны лично мной в диком неадеквате, от бренда похуй представлены. Я рисую их сам акриловыми красками, вот на досуге, видите, тут написано. Ну вот, вот, расскажи, и что? Тут написано, ПНК, это панк без гласных, да, вот почему тут N английская, это потому что мы, блядь, подъемываем Америку все время, мы их как бы ебали, блядь. Америка от слова хуй сосу, если вы не знали. Вот, здесь это все представлено не то чтобы группа Штебеля, это такой бренд похуй, вот если вы увидите вот такую некую руну, да, можно в ней прочитать похуй. И под этим брендом много... А как ты делаешь? Расскажи. Через трафарет, чувачки, все делается очень просто, по диайваю, не надо какие-то там заказывать себе, тратить бабки, просто нужно иметь для этого время. Ну расскажи, вот на примере конкретной футболки. Как делается эта футболка? Вот я купил, зашел в магазин, дешевые цены, все знают, смотришь, футболка белая, мужская, ебать, 150 рублей, такой, беру, взял ее, принес домой, вставил внутрь картонку, вырезал на листочке буквы ПНК, вот так вот ножничками, обязательно вот так вот вырезал, положил их вот так вот булавочками приколол и баллончиком краски пропшикал, снимаешь буквы, у тебя получается вот такая надпись. То же самое было проделано сзади, ну а вот эти пятна краски, это обычная краска, которой макаешь кисточку и вот так вот в неадеквате размахиваешь, как будто Энди Уорхол, у тебя получается такой-то отличный новогодний наряд, футболка от группы Штабеля, которая практически бесценна. Эти вещи уникальны, они делаются всегда, всегда разные, их практически не бывает одинаковых, у меня всегда новые трафареты, новые какие-то мышцы. И что самое важное с душой. С душой, с полной, полное вложение души, поэтому успейте, чувачки, выиграть. Частичку души. Котины мои совсем не в моде, на вернисаже ко мне не подходят, и в ЦДХ меня не приглашают, все критикуют и только ругают. Краски купил себе дорогие, класс акварель и мольберты стальные. Для того, чтобы выиграть, надо всем вступить в группу Штабеля и потом уже пробалотироваться, проголосовать и скинуть нам бабки. И тогда вы можете выиграть. Ну, давайте мы поступим следующим образом. Новоиспеченный девайс от Дима Ворхола. Да, 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 да. Мы разыграем вместе с компактами следующим образом. Вам необходимо сделать лайк этой видеозаписи, вступить в группу Штабеля ВКонтакте, прокомментировать на Ютубе, поставить себе порядковый номер. Репостнуть обязательно. Репостнуть, естественно, да. И дальше Дима сам проверит, есть ли вы в группе Штабеля, сделали ли вы лайки на этой видеозаписи. Пьете ли вы портвейн. Это самое важное. Вот, едите ли вы. И только потом, и только потом он скажет, чувак выиграл вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Беспристрастно. Беспристрастно, все будет по-честному. Можете даже попробовать послать Авдея нахуй, Авдея и это рассмотрим. Да, конечно. Самое главное, что у нас все как в современном мире. Если кто-то есть знакомый, пишите заранее, можно по блату разыграть футболку. Я всегда к таким делам отношусь нормально, поэтому панк-рок жив. Программа из глубины.